Раньше в лагере Кама могли отдохнуть 165 детей. После реконструкции число прибывающих увеличится до 252 человек. Плюс ко всему по всей территории появится масса новых развлечений. Здесь универсальный хоккейный корт, футбольное поле, детские игровые зоны, спальные корпуса двухэтажные. Они тоже круглогодичные, но здесь все. Здесь холодный склад, МФЦ с актовым залом и с многофункциональными зонами. Два дополнительных спальных корпуса добавляется, одноэтажные. Они ранее, ну, здания существовали, но не использовались, то есть они холодные. Мы их тоже полностью утепляем, они будут использоваться. В ходе осмотра градоначальник внес свои коррективы в проектировку. Ответственные за ход ремонта рассказали Айдару Раисовичу о существенных изменениях. Так, например, все корпуса советских времен обретут новую жизнь. К тому же их будут утеплять, а по всей территории проведут электрические сети на сумму около 27 миллионов рублей. Стоит отметить, что один из домиков готовят для мужественных людей. Строение будет полностью модернизировано для их удобства. В планах у руководства города сделать этот лагерь комплексом семейного отдыха. База будет функционировать круглогодично и сможет принимать и детей, и студентов, и семейные заезды. На следующий год мы также планируем реконструкцию и ремонт в лагере Зенгеркуль. А впоследствии это сделать единственным комплексом. Единым комплексом, который будет соединять рекреационную зону, где будут и какие-то элементы, так скажем, природного эко-развлечения. То есть это, возможно, экотропы, это и веревочный парк, и какие-то малые архитектурные формы. Возможно, и экотуризм там будут развивать. То есть над концепцией мы сегодня трудимся. Закончить первый этап ремонтных работ планируют уже в ноябре. На обновление Камы потребуется 141 миллион рублей. Принимать посетителей начнут сразу же после сдачи объекта. Реконструкция соседнего лагеря Зенгеркуль запланирована на следующий год. Есть мнение, что старая добрая Кама в будущем может поменять свое название.